Приветствую вас, ну и начать надо с того, что я отдаю себе отсчёт в той позиции, которую вы отводите нам, психологам, позиции, наверное, судей, позиции, наверное, какого-то арбитража, может быть, вот, позиции каких-то арбитров, может быть, последних инстанций в том споре, который, вот, собственно, разыгрался между вами и вашим молодым человеком по поводу того, нормально ли или ненормально может спать со своей мамой, да, то есть спать со своей мамой. И я на самом деле хотел бы сказать одну важную вещь, что нормально или ненормально это решает, ну, по сути это дело, каждый человек сам для себя, каждый человек сам для себя решает нормально или нет делать то, что вот он делает. Вопрос в другом. Если ваш молодой человек, грубо говоря, никогда не скрывал того, что он, вот, спит со своей мамой, да, например, ну или просто может, там, как бы, лечь с ней и так далее, если он никогда не скрывал этого, значит, вы об этом знали. Вот, изначально вы об этом знали, и если вы об этом знали, то получается, что вы с одной со стороны, ну, наверное, приняли его такую позицию, видимо, раз вы с ним встречаетесь, а с другой стороны вас такая позиция не устраивает, судя по всему, ну, опять же, потому что вы спрашиваете нас, нормально это и ненормально. Вот. И, естественно, нужно понять, что молодого человека, да, молодого человека, его всё устраивает, на самом деле. Вот именно в том, что он делает. Молодого человека, его вообще всё устраивает, ему всё нравится, ему нравится, как обстоят дела, ему нравится, там, грубо говоря, как он себя ведёт, ему нравится то, что его какие-то, значит, желание, там, удовлетворяет, ему всё это нравится. Не нравится только вам. И вот от того, что вам не нравится, от того, что именно, точнее, вам не нравится, и зависит от дальнейшее развитие этой непростой ситуации. Если вас раздражает просто, если он, например, ближе со своими родителями, чем, например, вы, это одно. Если вас раздражает то, что его связь со своими родителями, ближе, чем у вас, то в таком случае я полагаю, что имеет место быть проблема. Проблема между вами и родителями, ну, именно вашими родителями. То есть, между вами и вашими родителями есть какие-то проблемы, ну, я не знаю, может быть, обиды, может быть, что-то ещё такое, вот. И вы это проектируете на, на, вот, ну, на своего, своего молодого человека. Это может быть так. То есть, проекции могут быть, ну, действительно, проекции могут быть. В таком случае, понятно, что работать и обращать внимание, в первую очередь, нужно не на то, что делает молодой человек, она, соответственно, соответственно, то, как вы чувствуете и воспринимаете эту ситуацию в целом. То есть, если вам неприятно, то это какие-то ваши эмоции и, соответственно, именно ваши эмоции нуждаются здесь в проработке. То есть, ну, например, например, отпускание обид, если такие имеются, да, отпускание обид на родителей, на своих, реализацию потребности в любви и так далее. Если же вы видите, что мужчина, да, и если вы ревнуете его к маме, это вот всё оттуда, из ваших собственных отношений с родителями. Если ситуация такова, что поведение молодого человека вас не устраивает, ну, то есть, вот, в принципе, вас поведение молодого человека не устраивает, то есть, не нравится вам, как он, вот, себя ведёт, да, то есть, то есть, ну, вот, вы считаете, что мужчина, он, ну, вот, не должен так себя вести, и что это делает его... Это делает его менее мужественным, это делает его менее-менее привлекательным для вас, это не тот человек, которого вы хотели бы видеть рядом с собой. Ну, и вообще, собственно, мужчина, да, он не выполняет свои функции мужские, да, то есть, он, как бы, вот, он во многом зависит от своей мамы, да, вот, и так далее. Если такая история имеет место быть, то тогда, конечно, ваши претензии вполне обоснованы, но возникает другой момент, то, что вы же своего молодого человека как-то выбирали. Об этом вам, в общем-то, в общем-то, в общем-то, мои коллеги уже написали, что вы выбрали молодого человека своего. И, наверное, какое-то время вы мирились с тем, что он, вот, со своей мамой, как бы, ну, спит. И отсюда, отсюда у меня разговаривал вопрос к вам, да, вопрос именно с такого плана. Что вы будете делать дальше? Как вы будете действовать дальше? Вот, то есть, либо вы уйдете от мужчины, либо вы, соответственно, примите его таким, какой он есть. Вот об этом я рекомендую вам подумать. Ну, на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!